приспустилась гераника яркая малинка смотрите я не пойму будет она жить не будет это вроде бы все хорошо которую купила они если смотришь он она опять не хочешь жить у меня щавель вон колосится это тоже но я туда ее по засунула чтобы она туда плелась и он потихоньку начинает там еще цветочки есть на улицу глядять на эти наверно уже не будут больше потому что у меня на даче такие были они вот отцветают и потом флокс это потом все просто как травка и всю зиму всю осень просто травка не знаю я наверное их тогда чуть-чуть посмотрю не будут если цвести больше я их отдам кому-нибудь на дачу если кто захочет эти тоже уже все отцветают уже ведь все же все может еще будут посмотрим эти тоже живуть потихонечку портятся какие-то я их убираю не дальше еще полосятся синенькие ведь какие яркие эти тоже вовсю разрастаются петуняшки которые цвели сказали надо прям вместе с этим я всегда только цветочку таска сказали прям вместе с этим надо так то брать тогда они больше колосится будут больше цветение больше будет вот так мне сказали но не менее это увидела где увидела я теперь вам даже не скажу это увидела памяти нет дети потихонечку но уже ожили живчики веселечка тоже радует меня вот семечки я их все сюда семья все сюда все чтоб ничего не пропало на следующий год еще больше были ягодка наливается клубничка розочка хочет проснуться вот после дождя дождь был когда у нас сильные с градом и вот она какой-то как будто я уже его опрыскивала на нет вот что-то близна какая-то красочка там бархоточки сумок это тоже в базе стоит вот эти меня радует синюшки чем колосится все доброго времени суток дорогие друзья здравствуйте прекрасные люди во первых хочу сказать что я поменяла это коротенькое видео сделаю до поменяла название своего канала два раза за сегодня аж поменяла сперва внучу моя сказала назвать его ей очень понравилась снежная королева кто-то там сообщение писал под одним из видео и она прочитала и говорит баба тебе надо назвать снежная королева сперва я написала так потом то ну ну еще лучше то деревня внутри мегаполиса то снежная королева не одно так другое вот решил просто свое имя фамилию два имени своих и фамилию до снежана христина где ты вот как есть так пусть и будет пока так вот потом может быть чем бакнет еще в голову мало ли а почему поменяла я уже давно я давно ношу еще летом кто со мной давно тут знает что еще летом я над этим задумывалась название вроде бы ничего так себе да но она слишком длинная и трудноватая наверное не все его запоминают вот и я так себе думаю почему вот подписчики не идут просмотры тоже маленький до анализ себе в голове делаю но пришла к такому выводу в общем пока теперь так напишите что вы об этом думаете вот у нас сегодня пасмурно и немножко про холодновато чуть-чуть ну как вот я сижу до в летнем платьишке домашним на бретельках но вчера было душно ужасно а сегодня вот так вот пасмурно облачка позатянуть питунька моя пахнет красиво пахнет так издалека да красиво пахнет словословица гений русского языка в общем и еще хотела вам рассказать такая новость вчера хотела да уже видео когда записывала я эту новость знала но ну значит не надо было да раз все таки во время видео но не пришло хотя перед записью видео думала об этом в общем у нас вчера случилось происшествие очень трагическое очень плохое в берлине да я вам снимала видео возле это были рождественские базары да и она может быть не одной из первых возле там церковь я показывала вам я сейчас вильхельм кайзерс по моему кирки она находится на кирфюрсен там я снимала там днем делала видео утром пришла еще рождественский базар был не открыт а ну поснимала там магазин я заходила в карштад да вот там есть видео такое зимой вот эта церковь она я вам говорила что она как верхушку и и при войне разрушили она была построена по моему 1890 каком-то или 60 каком-то уже так по памяти не помню а вот но еще в 1800 каком-то году да в конце 800 18 века можно так сказать вот и она так и стоит разрушена верхушка у нее до шпица вот этого нету она так стоит как можно сказать как зуб торчит надломленный и я когда там снимала я еще показала там на этих я про это то и забыла а потом когда увидела и вспомнила про в общем там был теракт совершен по моему в 2016 году мы уже здесь были на большом машине лкв ветерок дует прям хорошо прохладно лкв большая да машина она заехала прямо на этот базар и снесла несколько ларьков специально это был теракт было убиты были люди да я сейчас по числу по числу по моему пять человек было насмерть и много было тяжело раненых по моему так и вчера утром прям там же но только на другой стороне улицы ногу прям напротив этой церкви 29-летний парень молодой турецкой национальности но до сих пор еще не могут разобраться был это теракт или нет он снес более 12 человек на полной скорости люди которые видели своими глазами потом рассказывали очевидцы да что он несколько раз дороги на всей скорости заезжал на тротуар съезжал с него и опять заезжал следующего и это люди молодые все люди группа людей было туристов с города хессен здесь у нас в германии да с ними была во главе учительница и говорят вроде бы она была беременная в общем ее у меня есть видео от очевидцев да но я его вставлять не буду где там показывать мертвые люди лежат вообще нельзя здесь у нас в германии такой показать ни в одних новостях вы не увидите чтобы трупов вам показали в общем это было в 10 30 утра вчера вот он это сделал эта женщина сразу умерла учительница которая привезла детей сюда берлин да на прогулку но у нас школы так есть это и более 12 детей из них хоть бы не соврать он тоже около пяти человек они очень тяжелые что боятся что они могут умереть остальные тяжело ранены вот такое дело я не могу понять что в голове у таких людей у него в общем а он сам еще и потом въехал в магазин дуглас объехал в витрину да и прям внутри в магазине застряла машина вот и когда вытащили его с машина он еще и просил помощи мне нужна помощь убил людей да и еще и помощью просил но и у него в машине был обнаружен плакат с надписью что-то ну что-то террористическое хотя он утверждает что нет что и у него была псих психологическая проблема что ли с ним случилось во время поездки до этой ему что он сам не понимает что это было в общем решают да туда сразу приехала полиция новости я смотрела утром уже новости показывали как именно еще лежали трупы на улице ну их уже накрытые они лежали так их не покажут не разрешат и на вы себя показать и близко не подпустят даже вот много скорых было много полиции потом приехала полиция именно криминал полиция до криминалистическая полиция следователи приехали разбираться будут разбирать да все-таки это был теракт или это как он говорит да что-то там у него помутнение в голове какое-то психологическое или психическое наступило это ужас это ужас как можно брать на себя такую ответственность просто так вот залететь убить людей снестись еще и как очевидцы говорят да он раз это сделал никого не зацепил и потом второй раз опять зацепили именно заехал и снес там мусорки вот это все именно группу этих молодых людей туристов представьте родители дома ждут вот как детей и и и отпускать будешь бояться да и не отпускать даже не может детей дома держать возрастом где-то примерно как моя дочь были 15 16 17 лет вот там учительница молодая совсем видно было в в этом видео которое вот мне прислали потом просто по ватсап там от очевидцев перекидывать стали это кошмар просто какой-то кошмар что делается в мире с чем делается это как можно на себя такую взять груз такой грех то просто взять и видеть собственными глазами как ты убиваешь людей до делать это намеренно ни одно помутнение я считаю ни одна идея до идея которые люди несут да вот идея коммунисты несли идею фашисты несли идею да и другие всякие партии несут идеи до своей в жизнь воплощают и пытаются воплотить до прийти к власти и пытаются свои идеи воплощать ну так вот я скажу что даже те которые не доходят до власти хотя все пытаются поделать да ведь ни одна идея не может быть по цене человеческой жизни даже одной что все в шоке все в шоке ничего вообще понять нет никто не может ты от этого не убережешься да и нигде не скроешься и и никто и никак и никого не скроешь да неужели тяжело просто жить просто жить и радоваться жизни и наслаждаться жизни очень все мои хорошие вам я желаю бога в помощь всего самого-самого прекрасного чтобы вас мир окружал вас всех родных ваших близких друзей и знакомых и даже врагов чтобы мир окружал нас чтобы он был в каждой частичке воздуха да чтоб он был везде мир дружба пусть даже не любовь уважение друг другу больше ничего не надо добро чтоб окружало до радость для того мы и созданы в этот мир что мы творим а что мы творим люди все ладно больше опять не буду опять меня несет извиняюсь да все мои хорошие всего вам самого-самого прекрасного пусть мир вас окружает каждой частичкой в воздухе вокруг вас ваших родных близких друзей знакомых всех кого вы любите и кого не любите всех мирного неба нам всем над головой до божьих благословений и еще раз бога еще много раз бога нам всем помощь люблю ценю уважаю пока пока